Всем привет, меня зовут Оля Ермилова. Сегодня хочу поговорить с вами снова о взаимоотношениях с бизнес-партнерами. На самом деле, решила даже записать небольшую серию видеороликов, сделаю это в офисе, о том, как неправильно делать партнерские предложения, о том, как заполучить правильно партнеров, рассказать об ошибках. Некоторые вещи уж простите, обхайте, высмеять, но сделать это только с одной целью, чтобы вы научились делать достойные партнерские предложения и вообще понимали ценность этого действия. А сегодня хочу рассказать вам, уж так, в контексте данной темы, о том, каким образом можно проверять, в общем-то, тех людей, которые хотят стать вашими партнерами. У меня партнерская тема очень явно выражена в свадебном бизнесе, потому что он, в принципе, ведь строится на партнерке, потому что свадебный организатор – это человек, который подбирает себе команду, состоящую из партнеров, из различных компаний и служб, с которыми впоследствии работает. И в моем случае в основном это всегда, ну, костяк 80% постоянных партнеров, то есть не людей, которых мы постоянно меняем, а компаний, с которыми мы работаем постоянно, с которыми мы друг друга знаем, с которыми мы работаем на один общий результат, но и вообще это очень удобно во всех абсолютно сферах. И одним из самых главных качеств является не только профессионализм и высшее исполнение своих услуг, но еще и человеческий фактор, да, умение вообще с людьми контактировать и находить общий язык. Так вот, большинство предложений, которые приходят, они приходят как? Вот у нас что-то есть, продавайте нас, мы вам что-то за это будем делать. Но, как бы, понимаете, тут особо ничем не удивишь, когда говорят, что мы вам там что-то будем платить. Ну, все платят, это нормальный как бы аспект, мало того платят мало, вот, то есть не сильно на этом разбогатеешь, поэтому никаких суперпредложений и условий в данном случае нет. И для того, чтобы с партнерами цепляться по-взрослому, нужно искать какие-то такие вещи, которые, знаете, будут привлекательны для обеих сторон и, возможно, помогать друг другу еще в каких-либо аспектах. И, например, это может касаться, если это там фотограф, то когда он предлагает просто какой-то процент за то, что мы там будем его предлагать, но еще раз повторюсь, все предлагают процент, поэтому мы выбираем не из-за этого. А вот когда фотограф, например, говорит еще, плюс к тому, что он хороший фотограф, что он готов делать личные съемки какие-то для нашего агентства или там для нас конкретно, вот, бесплатно, да, в знак как бы того, что он хочет быть нашим партнером, естественно, что это для нас гораздо более привлекательно, потому что мы понимаем, что человек, значит, на самом деле хочет с нами работать. И одним из таких моих интересных новшеств для меня было, это общение, когда человек присылает мне какое-либо предложение, да, и, например, неплохой, я сразу же, ну и говорит, мы так хотим сильно с вами сотрудничать, я сразу же делаю ему встречное предложение, я ему говорю, например, ресторан присылает предложение, говорит, мы так хотим, чтобы вы нас предлагали, приводите нас к клиентам, я ему говорю, ребята, я тут мероприятие одно себе делаю, для себя вот, давайте с вами на партнерке договоримся, я приведу аудиторию, они там будут еду какую-то заказывать, еще что-то, но вы мне аренду никакую выставлять не будете. И люди тут же пропадают и исчезают, тут же все партнерские какие-то предложения вот просто исчезают. И каждый раз я уже делаю даже и тогда специально, то есть я делаю встречное предложение какое-то, встречное, тоже партнерское, тоже, естественно, возможно, более выгодное мне, но в то же время и интересное для тех людей, которые предлагают. И вы знаете, как показывает опыт, наверное, в среднем один из 20, тот, кто откликается и говорит, да, конечно, если вам нужно, мы тоже готовы идти на встречу. В основном люди достаточно эгоистичны, и они хотят только, чтобы мы делали для них то, что им удобно, а со своей стороны никаким образом не шевелятся, просто предлагая платить какие-то комиссионные деньги, которые, опять-таки, повторюсь, по сути, являются копейками. Поэтому, если вы хотите научиться проверять партнеров, да, и, возможно, периодически даже менять кого-то, всегда встречку не бойтесь что-то попросить в ответ и посмотрите на реакцию. В 99% случаев вы будете получать морозка, но зато тот самый 1%, который будет откликаться, скорее всего, будет становиться членом вашей команды, с которым вам никогда ничего не будет страшно. По крайней мере, в моем опыте происходило всегда так, потому что команда на той команде, чтобы помогать друг другу тем, чем можем. Вот такой сегодняшний месседж. Желаю всем замечательного дня, подписывайтесь на мой канал, и пусть у вас все будет замечательно. С вами была я, Ольга Ерминова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok